Только вернулся Первый день выставки Prodexpo 2024 И мы сегодня будем угощать все наши дорогие Помашите нам, помашите, помашите, пожалуйста Я помашу, я помашу Вот, дальше больше Врет, врет, врет 1-1, 1-1 Это персональный блог Владимира Солнышкова Подписывайтесь на мой канал на YouTube Все дела, все туда Договорились, а как нам сообщить? Хорошо, на первом этапе хорошо, договорились Спасибо, спасибо, хорошего дня Ждем вас на дегустации А? Вот здесь у нас след Это Никита Он приехал к нам в понедельник Это прекрасно Как спалось, как поезд? В принципе, нормально Вкуснее девушки попались только А так, в принципе, хорошо Ну, как обычно Ну, обычно Кислый Ясно Кислый щит Давайте заглянем в нашу подсобку И что здесь происходит? Ничего особенного Рабочий процесс Ох, а там красавчик вообще Суни А вы же ходите Сразу видно, Алена выспалась Веселая, добрая Хочет обниматься Конечно Есть прядочка У меня там стекло Все грязное Молодец, что говоришь это на камеру Конечно Держи С возвратом Вот так, друзья Первый день выставки Что будет дальше? Посмотрим Наши котики обедают Приятного аппетита, девочки Все ли хорошо? Да Спасибо Там есть еще сырок Колбаска Вот она Благодарная рабская работа Да Да, Артем Александрович Настоящая слуга Я делаю работу слуги Поэтому все нормально Я считаю, что это прекрасно А я считаю, что я достойный Больше Конечно Конечно Напишите в профсоюз Жалобу И это значит, что пришло время для трюков Ну, например, солнце Сидим вложить этот трюк Или что-то типа такого Нет, вот такого Нет, вот такого Подожди, если пока не получится, то я лично Да, надо подальше отойти Вот так Вот так Спасибо Вот так Кто мне похлопал Друзья, сейчас Как и на протяжении всех Рассказываем депустации На классическом выпуске Мы угощаем вас тем, что с нами произвольно И это правда А так и сейчас мы добавили Некоторые птики Это наш партнераз Это можно сказать Это реалитиковое масло Идеальные аматы И реалитий клин Но Если просто Мы все могли быть в следующем уровне Мы смеяли Очень крутые аппетиты Которые производят сайты Ну и здесь там уже Которые уже было Который друг у нас сказал Да Я не видел Это травма в этом коробе Ну, конечно, серьезно Вот Будет шесть Дарится минут двадцать Пока он боился На борту прождет Гребет На коллегу Он тупо не буду Гребет Он Кручуру наедал Курочку Игренал 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 Соль Игренал Игренал Он лежал Я под хресик После этого А Он свалился Плендец Правильно С этим Я нарезал Вот такие Вот Политки Греб Сейчас начнем Я купил ядерные помады, все это масло, я никуда не девал. Когда в Китин стоялся, я мелко елко порогнув на бису, я его хорошо все перемешал. Найдал пышкой, на китайском у нас стояла, вот такая аромат. Потом мы запланировали, что они вообще запланировали? Сырое запланирование. Покажи, пожалуйста. Запланировали коечку сырной тренировкой. Вот такой. Вот такая вот история. Только корочку еще во взбитом яйце, во взбитом яйце немножечко подержали. И быстро жарили. Сочки тоже не жарили быстро, одну сторону. И параллельно с этим мы сварили уже... Нет, а, там чего нет, давайте, да. Держись, на здоровье. Параллельно с этим мы еще сварили грибной соус. Вот прямо... Ну, вы сейчас почувствуете. Соответственно, в этой космической дегустации каждый желающийся попробовать тетин с вялеными томатами, оливками, грим и грибным соусом. И курочку в сырной панировке. Как-то так? Согласен. Я специально не спеша обо всем этом рассказываю. Я жду, когда Артем наложит гарнирчик. Давай уже пойдем по соусу и будем курочку накладывать. Только, ребята, давайте решим. Всегда делиться нам по лагерям. Я прошу, чтобы сейчас был некий консенсус. Мы соус на макарошки наливаем и сверху курочку кладем. И мы кладем курочку и сверху наливаем соус грязной. Давайте проголосуем. Значит, кто за то, чтобы соус на макарошки, а сверху курочку – паршумин! Кто за то, чтобы издать на макарошку? Паршумин! Итак, кто же наш? Приятно. Я слышал, что это не таки быстрее, а очень интересно было прекрасно. Ну что, соус на тропу? Кто, с Алисой? Эй, эй. И да, после вечера, а не уйти. Как мы будем здесь? Продолжение следует... 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 очень вкусный хрустящий клярк ну и в таком сочетании друзья и в том количестве в котором я планирую гостей угощать можно будет спокойно три часа еще протопать по всем павильонам могу самоголом но не буду потому что у меня его нет потому что я бренд шеф-повар торгового дома ярмарка и всех его брендов бренда ели бренд доброволи и бренда готова все что вы видите на нашем стенде это наша продукция которые мы производили на нашем заводе мы находимся в республике карьерия вот этот завод и на рынке мы уже 28 лет так в обвесменный Александрович Артем скажи пожалуйста что у тебя происходит расскажи мне это транслировать транслировать ну можешь просто не сказать что делать я делаю индюшечку наши планировочные смеси доедешь неплохо очень вкусно полезно жирней вот к этому углеводному комбо я добавлю немножко волнового кориандра просто для баланса цвета и для баланса вкусно микрогрин полезен я плохо по-русски понимаю поэтому танец не писать вы надо мной сбиваться я понял хорошее хорошее заброну немножко милка немножко сложка я что-то за 20 лет не стал говорить я в совершенстве владею висники оставлю их словарь ну понятно алло рекуфий я санкссиана Кирилл я не могу я не могу как вам как вам велосипед в речке в большинстве в большинстве обучали я и велосипед прекрасно Здесь вот маленькая кольца, все, кто получил фруктура, не могут сформулировать. Я шучу. Постоянно шучу. Приятного аппетита, друзья. Хорошего вам настроения. Если вы видите какую-то обратную связь, это будет очень круто. Прямо будет фантастика. Не забывайте про вилочку. Кто-то придет. Давайте я сделаю так, чтобы было чуть-чуть удобнее. Смотрите, сверху ложки, снизу вилки. Я тебе по себе не знаю, что скажу? Если я не сделаю то, что я сделаю сейчас, я этого не сделаю вообще никогда. Давайте нашему видеооператору поаплодируем. Все, что он снимает, на соседнем экране показывается. И благодаря этому к нам приходит намного больше кастей. Что? Ну так, в сторонку положу, пока ты не будешь прямо на ходу. Давай, красавчик вообще. Молодец, звезда. В 800 переголы я вам поставлю. Прошу вас. А можно в 800 переголы я поставлю? Ладно. А к вам не поставлю. Друзья, ладно, я прошу вас, не толкайте, пожалуйста. Будьте добры друг к другу. Мы живем в сложное время, и лишь наша с вами доброта помогает чувствовать себя нормально, чувствовать себя человеком. Я хочу, чтобы... Спасибо большое. Я хочу, чтобы вы не просто взяли и ушли, а чтобы вы попробовали и насладились. Мы с Артемомом старались. Вот мы вот эту всю историю готовили целый час. Поэтому я хочу, что это от души. От души. Ну и плюс, конечно же, это хороший шанс познакомиться с нашей продукцией, которая у нас невероятно разнообразна. Я, кстати, у нас осталась упаковочка? Я покажу сейчас. Вот индейка, которую мы угощаем. Она сделана вот в этой планировке у магазина. Это наш хороший друг, Александр Белькович, известный кулинарный блогер Олар. Завтра он будет на стенде, можно будет прийти сфотографироваться. А пока просто угощаемся. Если удобно, снизу есть вилочки, но корзо очень удобно есть ложкой. Если кому-то нужны салфеточки, они у нас тоже есть. Приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Энергии вам. Интересно, на сколько меня хватит? Стабильности. А, да, стабильности. Чего вам пожелать? Да. Удачи вам. Удачи. Приходится удачи? Удачи. Конечно. Дайте, я понимаю. Давайте с ложкой. Давайте, 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 по хулиганичу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжаем. У вас прекрасный цвет волос. Хорошего вам дня. Здравствуйте. Вы улыбаетесь, значит у нас хорошее настроение. Пускай мы остаемся таким. Приятного аппетита. Добрый день. Всего вам самого доброго. Всего вам самого доброго. Мужикам комплименты не приняты говорить, у вас хороший приятный. Спасибо. Я вас запомнил. Спасибо. Так, доброго. 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 Нет? Спасибо. А меня зовут? Валерия. Я к вам в работе пришла. Серьезно? А вы вставайтесь к ним в кризисе. Меня там в кризис. Угощайтесь. Угощайтесь. Девочки, котики, зайчики. Давайте. Спасибо большое. По пропаданию отстыва. Сейчас 5 секунд у нас еще и все есть. Заполним быстренько. Что делать? Ну все. Ну все. Я сделаю. Спасибо. Виктор Савчикович. Почему? Попробуйте, если бы жил сюда в гостей. А не где-то там. Ой, я слушаю такое? Я тоже думаю, что это просто мысли, ребята. Все, что я лишнее говорю, это ваши исключительно слухомливые снации. Я очень молчаливый супроверт, который в принципе очень не разговорчивается. Ты готовить не любит. А, а, а он тебя упадут. И ни разу вообще. Продолжим разговор. А что вы обычно пьете, когда выпиваете алкоголь? Лучше не спрашивайте. А мне интересно. Минеральную воду. Минеральную воду. Ну что ж, приятного аппетита. Если бы просто вы сказали то, что у меня есть, а у меня есть много чего, я бы вам налил. Но минеральной воды у меня нету. Поэтому просто приятного аппетита. Просто все�рügие. Приятного аппетита! Пять секундочек, пять секундочек. Пять секундочек. Пять секундочек. Пять секундочек. Кстати, я хочу обратиться к гостям, которым возможно что-то не достанется. Хотя, у нас еще многоCE-профлось порции индейки есть. Я также с огромным удовольствием вго ... Включаю наших коллег и партнеров, с которыми мы все 5 дней находимся здесь рядом. Поэтому иногда позволяю себе им без очереди зайти к нам. Отлично. Для всех. Документно. Там сетивы. Сетивы в подклевке. Хорошо. Так, другой соус. Шитаки соус. Прекрасный я бы сказал. Так, окей. 1-2, пожалуйста. По здоровью. 1 секунду, пожалуйста. По здоровью. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Как всегда, знаете, что сделаем? Мы свалили слишком мало гальнира, но очень-очень много индейки. Давайте индейку. Давайте индейку. Не смотрите на нас зло. А мы очень добрые. Нет, мы добрые. Давайте индейку. Она вкусная. Ты огромный шипа. Давай, спасибо. Хочу сделать как. Что? Какого зима. Нет, если так нет, пишем вот здесь просто. Если вы заметил, я в одном месте только пролил, а ты везде забросал. Это шоу. И оно не заканчивается, ребята. Так, сейчас я стратегический запас сделаю небольшой. Слушай, я когда не думаю, а хорошо по-русски говорю. Когда начинаю думать, у меня сразу вот, 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 вот. И вот такое вот было я начинаю. Поэтому не буду думать, буду делать. Какая есть подходящая русская поговорка под эту тему? Не имеется рукой, а имеется рукой. Я такой поговорки не знаю. Работа ли волк? Работа вор. Так? Как-то так, думаю. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин. А я на путь? Дин-дин. Он аппетит, сеньорицы. Счастья, здоровья, любви, радость, семья, благоденствия. Свети, флак, кусочек, курочки, кусочек, индейки, единичка, кукушенька. Я так понимаю, что они как-то сразу говорят. А я же туда вернусь. Тут просто как ребята так говорили, чтобы не было неловкое имя. О! Кто хочет подарок? Я не могу найти, и все. Кто подарок? Вы хотите подарок? Конечно. Вы хотите подарок. Они будут конкурировать. Держите. Самый классный в мире. Шопер ели с продукцией нашей компании. Даже конкурс никакой не провел. А ведь обещал, обещал сам себе проводить конкурсы. Смотри, теперь у вас такая же. Да не за что. Простите на здоровье. Правда, красивый шопер, удобный и очень прикольный. Моя мама ходит с таким. И, если честно, ясно текущий. Ребят, гарнирчик, к сожалению, закончился. Но есть еще много-много индейки. Поэтому, you are welcome. Ложки убираю, они уже не нужны. А вот вилки вам могут пригодиться. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Мне нужно 30 секунд буквально, чтобы прибраться и сделать небольшой степеничный запас. Прикрещение для вас. И с этого будут два. Артем, приблизительно. Сколько кусочков индейки мы еще отдадим в течение 15 минут? В течение 15 минут. Ну что, 25. 25. 25. Это можно накладывать? Меняемся. Пустое меняем на заполненное. А, никого уже нет. Да, классно, что сами будем есть. Нормальная тема. Дима мирового пролетария, но это лучше. Это индейка. Хотя, ребята. Так, ребята. Как говорится, вкус от не свой, отрешили пройтись по индейкам. Пожалуйста, пожалуйста. Здесь у нас на сдачу едут. Ребята, катастрофически нужно скушать индейку срочно горячую в панировке. Пустащие в облике не сделано из нашей продукции. Поэтому подходит тигарку ближе. С удовольствием попробуем. На здоровье. Здесь есть вилочки, если надо. Спасибо. Самое главное, не стесняться, не спешить. Пилочек, пилочек. Пилочек. Ну, это невозможная выставка. Вот так. У вас островок спокойствия не больше. Потому что у нас здесь любовь к еде. Поэтому более-менее спокойно. И дальше я с ним. Уходите. Мне нравятся вот эти иногда потерянные. В глаза типа, на прилавке ничего нет. А-а-а! Смотрите, смотрите, ребят. А можно еще одно? Можно, конечно. Но нужно немножко времени. Буквально несколько секунд. Если они у вас есть, вот обещанные секундочки. Спасибо. На здоровье. Да прибудет с вами сила жареная идти. Горячего, хрустящего кляра. Просто изумительно. Это очень приятно слышать. Это лучшие комплименты для повара и для компании, которая производит эту панировку. Кстати, необязательно иметь профессиональный плитер дома. Для того, чтобы приготовить такие блюда. Достаточно высокий сотейник, по сантиметров 10. Со 2-3 заполнить маслом, подогреть его. Но желательно заявить металлический термометр дома на кухне. Тогда используя 175-180 градусов масла, 15 градусов температуры. Можно жарить. И вот такие маленькие кусочки. Можно, конечно. Попробуйте отгадать. На стойку времени вот такие маленькие кусочки готовятся. Вы были близки. Десятого дня в 2 минуты. И этот подарок остается вам. Спасибо большое. За здоровье. Это все, что осталось от ОТОЗа. Все съели. Была целая кастрюля. Это 8 литров. Не успела. Я могу вам персонально для вас ОТО приготовить. Не надо? Точно. А эти 1 кусочек предприятия? Давай. Дорожку. А2. Ваном покойникам. Идите. Вот так, как и капитан. И до бесконечности. На здоровье. Прибежим к этим. А1. Это нормальный вопрос. Подписывайтесь. У вас все реет. Решите. Решите, Геннадий. Не оставите такие вопросы. Надо позитивнее мыслить. Можно будет? Давайте. Я приберусь здесь. Спасибо. Мастерски убираю грязные тарелки. Друзья, королевские последние кусочки. Не стесняйтесь, пока мы здесь переберемся в наши силы. Ребята, ординальные кусочки. Индейки. Не знаю, что даем. Я еще не знаю. Я не знаю море. И кусочка индейки в панировке. Дамы и господа, эта дегустация завершается. Берите, все. Приятного аппетита. Можно вилочку? Или салфеточку теперь. Всем большое спасибо. До встречи новой в прямом эфире, друзья. Скоро финальная дегустация сегодняшнего дня. И там мы будем угощать вас вкуснейшим рисово-шоколадным пудингом с сезонными свежими ягодами. До новых встреч. Ребята, ну что, как день? Устал. А можешь на своем языке сказать? Да, а не фэшх. Это значит очень устал? Фэшх. Или типа отстань от меня, козел, ты все равно ничего не понимаешь и могу тебе говорить все что угодно. Всего два слова я сказал. Всего хатш. 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 Перевод. Это уже другое слово. Фэшх. 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 Да. Фэшх. Понял. Фэшхен это мой прапрэшхен. Очень. Это уже немецкий. Масло такое сладное. Они такие… Фэшх. Фэшх. Ха. Злата золотая. Ой Господи, не надо мне тут второго подбородок наснимать. А типа если не снимаешь, то его нет, да? А если снимаешь, то он есть, так? Есть. Но я тогда об этом начинаю думать. А так я об этом не так понимаю. Ты не думай вообще? Есть что-то обидеть. Конечно есть. Мы сходим покурить. Я уже 5 минут пытаюсь туда уйти. Давай, подержу. Давайте покурим, а потом улюбимся. А потом я тебя налью. Можно я попробую? Давай. Давай, давай. Аккуратно, сейчас уже грань. Давай, давай, давай. Аккуратно. Все. Все. Что? Дыкви, ну вот. Аккуратно. 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 И как же сейчас самое время ковать. Схема очень простая. Можно взять шпажку, наколоть сыр, который нравится, обмакнуть горчицу или в джем. Не стесняйтесь. Дорогие друзья, здрасте, да. Скажи, что интересного видел на выставке? На выставке видел много всего интересного, но в Ярбурке ничего не увидел. Вот такая вот говно реклама. Хорошо, надо готовить. Он бравый, он буржи решит шаровать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я никогда не пробовал, нас вот угостили партнеры голубичный нектар, прикольный. Артем, хочешь попробовать голубичный нектар? Конечно. Держи. Вот так написано голубичный нектар, так и написано. Я не знаю, его надо разводить, я не читал. Не, нектар не надо разводить. Да. Ну как, только честно. Ну как черничка, морг черничный, домашний. Нет, голубика. Я не очень люблю чернепрюк. А я люблю. Больше вкусненький, но я ей очень классно. Я чувствую, что у меня глаза начинают острее видеть. А я бывает иду по болоту, наемся голубики, а она переспелая. И пьянею. Зеленый сушеный лук и немножко соли. А? Можно. Давайте я сейчас принесу соль. Вот про соль история всегда одинаковая. А ну-ка много соли, а ну-ка много соли. Кому мало, а съесть. Есть такая история. Ну необычно, да? Да. Но вкусно. Если оно постоит ночь, оно превратится в желе свекольное. Оно застывает, да? Оно не застывает, оно чуть-чуть еще поднабуснет. Уже сейчас, поменяя измельчителю, глубинки практически не чувствуется. И, как бы, вот это вот в таком виде, может быть, есть. Ну, как суда есть. Не знаю, как сушается. Сударно. А скажите, пожалуйста, а если... Вот. Да нормально. Спрашивай, какая фамилия? У кого? У меня? Солнышко. Бувший коммерческий директор у нас был Николай. А, да. Нитворай. Да, да, да. Яблоки. Они так сильно развиваются, что... Они скоро изменятся. Что? Что? Атака! Атака клонов! Готовлю с двух рук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!